Раком эндометрия Сравнительная характеристика четырёх выделенных по современной классификации молекулярно-биологических типов рака эндометрия – эндокринология, рецепторный фенотип, макрофагальная лимфоцитарная инфильтрация, клинические аспекты. Нередко в последние 10 лет, а раньше тоже, подчёркивалось, что рак эндометрия недоизучен. Нам кажется такое заключение странным, но на самом деле, когда речь идёт о раке эндометрия и сопоставляют изучение этого заболевания с окружающей действительностью, то действительно бывает таким образом, что если, например, сопоставлять с раком эндометрия, то есть, простите, с раком молочной железы, то можно про рак эндометрия так и сказать. В то же время в этой сфере происходят важные изменения, которые затрагивают распространённость заболевания, природу опухоли и особенности самих больных, что имеет непосредственное отношение к вопросам и лечения, как представляется. Говоря о динамике заболеваемости, нужно сказать, что предсказывалось в зарубежных публикациях, в частности, да и в отечественных, что будет продолжаться рост заболевания раком теломатрия, раком эндометрия. И примерно к 2030 году, по сравнению с 2010 годом, который был точкой отсчёта, ожидается и ожидалось, что будет прибавка заболеваемости равняться 55-60%. Возникают часто вопросы, с чем может быть связан рост заболеваемости. Если говорить с позиции эндокринологии, то мы должны помнить и не забывать, что существует такое понятие, как эпидемия. Она, к счастью или не к счастью, касается не только современных вирусных инфекций, она касается и других моментов. И в частности, мы можем говорить об эпидемии ожирения и сахарного диабета. Ожирение, в частности, является одним из ключевых факторов риска. И чтобы показать, насколько это важно применить на той теме, которую мы сейчас поднимаем, что за тот же период, который я только что обрисовал, а именно с 2010 по 2030 год, ожидается прибавка в частоте ожирения. И за тот же период она равняться может 55-60%. То есть, как бы наблюдается аналогия с тем, что мы видим в отношении заболеваемости раком эндометрия. По нашим собственным данным в кандидатской диссертации Александры Николаевны Болтруковой, выполненной под руководством профессора Игоря Викторовича Берлева и моим, отмечалось, что за период примерно с 1970 года до 2015, то есть, ну, скажем, за полувековой период, прибавка массы тела была очень большой. На 12 килограмм и в процентах это очень немало. Но что интересно, что хотя мы часто говорим об ожирении, ожирение при этом заболевании меняется не только количественно, но и качественно. То есть, за те же годы, о которых мы говорим, отмечается уменьшение частоты так называемого метаболически здорового ожирения, не сопровождающегося гормонально-метаболическими нарушениями. И, соответственно, может увеличиваться частота так называемого стандартного ожирения. Почему это важно? Потому что, когда речь идет о сравнении метаболически здорового ожирения и стандартного ожирения, то при стандартном ожирении, это центральная часть слайда, видно, что стадия заболевания достоверно выше, чем при метаболически здоровом ожирении. И поэтому и параллельно с этим нарастает индекс инсулинорезистентности, что тоже является важным параметром, который связан так или иначе с особенностями ожирения и может влиять на риск развития рака эндометрия. Мы говорили сейчас, можно сказать, о нестероидной сфере, то есть, скажем, об ожирении и сахарном диабете. Но есть и другая сторона вопроса или сфера, стероидная, при которой возьмем в качестве примера поликистоз яичников как фактор риска. Это фактор не новый, но важно, что он продолжает привлекать внимание, потому что риск при раке эндометрия у больных, страдающих поликистозами яичников, как не покажется, может быть, странным для кого-то, он выше, чем связь поликистоза яичников, например, с раком яичников. Это полтора раза, а при раке эндометрия в три раза риск повышается. И даже рак молочной железы именно на паузе, где риск увеличивается не так значительно, то есть 1,1 раза по сравнению с раком эндометрия. Что является здесь причиной? Повышение андрогенов, авариальная дисфункция и инсулинорезистентность, которая здесь упоминалась. Причем инсулинорезистентность может иметь и другие выходы на связь с раком эндометрия, в том числе на уровне генетических полиморфизмов, связанных с обменом стероидов, в том числе образованием преэстрогенов. И говоря о преэстрогенах при первом и втором типе рака эндометрия, хочется напомнить, что, хотя об этом говорилось и раньше, на более ранних этапах изучения проблемы, где-то около 10 лет тому назад было показано, что как содержание эстрона, так и эстрадиола в крови при первом типе рака эндометрия более высоко, чем при втором типе. Но при этом, в отличие от содержания эстрогенов в крови, отмечается важная деталь, которая была установлена нами где-то около 10 лет тому назад, что в опухолевой ткани при раке эндометрия активность ароматазы оказывается, ну, можно сказать, даже неожиданно выше, чем при первом типе. И происходит это, во-первых, за счёт не курящих пациентов, а во-вторых, за счёт того, что при втором типе существенно больше частота активности ароматазы выше определённого уровня. Скажем, в данном случае 5 фемтомоль на миллиграмм белка. И эта частота равняется 73% в то время, как при первом типе она равняется 46%. Таким образом, возникает идея гормонозависимости и второго типа рака эндометрия. Она высказывалась и ранее. И в пользу такого взгляда накапливаются доводы при том, что при этом появляются и новые данные о содержании эстрогенов в крови. Например, совершенно недавно, где-то около 3-4 лет тому назад, выяснилось, опять-таки можно пользоваться словом неожиданно, что не различается содержание эстрогенов при первом и втором типе. Хотя несколько лет тому назад, а может быть даже десятилетий, об этом говорилось с большой уверенностью. А здесь видно на этом слайде, что и в период репродуктивный, в период пременопаузы и при постменопаузе не выявляется различий по содержанию эстрадиола в крови больных, страдающих первым или вторым типом. Это работа из азиатского региона. И можно подумать, что это связано с этническими особенностями. На практике может возникнуть и вопрос, а может быть причина в изменении самого заболевания. И, значит, например, действительно наблюдаются в последнее время удивительные данные о том, что могут быть выявлены и отличия по сахарному диабету, которые приписывались заболеваемости раком эндометрия ранее. А именно, оказывается, что при втором типе, чего раньше бы не ожидали, наличие сахарного диабета в большей степени увеличивает риск рака эндометрия. Вот внизу видно степень риска примерно 1,5. По сравнению с первым типом, где эта же степень риска равна примерно 1,3. Мы понимаем, что это возвращает нас с вами к проблеме изменения не только особенностей заболевающих женщин, но и представлений о типах заболевания. Мы пока говорили о типах рака эндометрия в традиционном ключе, как это до сих пор нередко и делается, выделяя первый и второй тип по классификации профессора Яна Владимировича Богмана. Между тем, мнения о типах этого ведущего, можно сказать, онкогенологического заболевания претерпели серьёзную реформу, пройдя за какие-то 20-30 лет, то есть с 80-х годов XX века, этапы акцентирования на морфологических вариантах опухоли с некоторыми мутациями, а в последние 5-7 лет на расширенной оценке генетических особенностей ткани карцином эндометрия, что основывалось, в частности, на полногеномном анализе, а в последнее время на более доступном иммуногистохимическом исследовании. При этом при комбинации вот этих генетических и иммуногистохимических методов по на более популярному современному классификатору заболеваемости раком эндометрия предложено выделять не два, а четыре типа рака эндометрия, а именно с мутациями гена полимеразы, с признаками микросателитной нестабильности или дефектом репарации ошибочно спаренных нуклеотидов и с экспрессией онкобелка P53, позитивной или диффузной, и без характерного молекулярного профиля с частотой, по нашим данным, которая варьирует от каждого этого типа до другого, от 5%, идет через 30%, 15%, до 47%. Подчеркивая тот факт, что даже по частоте своего распределения эти типы рака эндометрия не близки друг к другу, а различаются. Теперь, если говорить о задачах сегодняшнего сообщения, это было сравнить гормонально-метаболические характеристики женщин с различными вариантами рака эндометрия, по современной классификации промис, что в принципе переводится как обещание, рецепторный фенотип выявляемых новообразований, особенности их макрофокально-лимфоцитарной инфитрации, ряд других параметров, и сделать экстраполяции в отношении некоторых клинических аспектов, ассоциированных с подразделением заболевания на те же отдельные молекулярно-биологические типы. Если кратко суммировать сведения о состоянии эндокринной сферы, то оказывается, что при типе с мутацией гена боли отмечается снижение частоты явного и семейного диабета и величины индекса массы тела при типе с дефектом репарации ДНК и ошибочно-испаренных нуклеотидов, позже приходит менархит, то есть первая менструация, в группе с гиперэкспрессией П53, старший возраст больных и реже семейный диабет, а в группе без характерного молекулярного профиля новообразования нет отличий между подгруппами больных с индексом массы тела более 30 и менее 30, то есть, можно так сказать, с наличием ожирения и без него. Причём этих отличий нет по уровню эстрадиола, тестостерона, инсулина, несмотря на повышение в первой подгруппе отношения лептин-адипонектин. При этом само соотношение индекса массы тела более 30 по отношению к его индексу менее 30 оказывается наиболее высоким в группе с дефектом репарации ДНК и наиболее небольшим, то есть малым, при мутации генополя. Теперь, если говорить о рецепторном статусе, мы изучали присутствие в разных типах рака эндометрия, молекулярно-биологических типов, эстрогенных рецепторов, рецепторов прогестерона и рецепторов HER2-Neo. И по полученным данным оказалось, ну прежде всего нужно отметить, что работ по рецепторному статусу современных молекулярно-биологических типов рака эндометрия, как это ни странно, пока было или оказалось не так много. И теперь, когда мы получили собственный материал, а оказалось, что по нашим данным, когда мы присутствие эстрогенных рецепторов и рецепторов прогестерона оценивали по так называемому индексу Олрэда, у нас отмечалась тенденция к более низким средним значениям этих показателей. В то время как у двух других авторов, это единственные два автора, которых нам удалось установить помимо нашей собственной работы, у этих авторов, правда, при ориентации на содержание эстрогенных рецепторов и рецепторов прогестерона в процентах, оказалось, что частота эстрогенных рецепторов по ориентировке на процентное содержание при мутации поля выше или близка других типам, что отличает эти данные от полученных нами и, следовательно, нуждаются в изучении на большем материале. При изучении лимфоцитарно-макрофагальной инфильтрации мы остановились на таких параметрах, которые характеризуют цитотоксические лимфоциты CD8, регуляторные лимфоциты FOXP3 и маркер макрофагальной инфильтрации CD68. В результате получилось, что при типе смутации гена поля отмечается повышение экспрессии CD8 и CD68, причём дополнительно выше экспрессия MRNK PDL1, леганда рецепторов программировой клеточной гибели, что очень важно, потому что признаки усиленной лимфоцитарной инфильтрации в том числе повышение числа только что упомянутого PDL1 позитивных клеток в карциномах эндометрии с футацией поля или микросателитной нестабильностью предполагают чувствительность первых к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа. Причём такое предположение было сначала высказано без приведения каких-либо доказательств. Прежде чем об этом дальше сказать, отмечу, что гормонально-метаболические сдвиги, которые нередко наблюдаются у больных раком эндометрии или связаны каким-то образом с их опухолевой тканью, значит, вот эти гормонально-метаболические сдвиги нередко связаны с фундаментальными процессами в опухолевой ткани. Как пример, хотел бы назвать белок MDM2, который относится к негативным регуляторам важного онкобелка P53. И по полученным данным, если в опухолевой ткани рака эндометрия отличалась позитивная экспрессия белка MDM2, то выяснилось, что ниже в этом случае частота индекса массы тела, то есть реже ожирение, меньше величина индекса инсулинорезистентности, но выше индекс пролиферативной активности. Это важные наблюдения, которые позволяют перейти к некоторым прикладным аспектам. Ну, лишь кратко касаясь вопросов лечения рака эндометрия, во-первых, сегодня была важная лекция своеобразного направления и посвящены доклады на другой сессии. Нужно отметить, что хотя большинство случаев рака эндометрия, как и сегодня было подтверждено, подвергаются хирургическому вмешательству серьезные терапевтические проблемы связаны с существованием новообразований высокого риска, распространением и рецидивированием процесса, что нередко может требовать химиотерапии, облучения, применения таргетных препаратов, а также подходов, основанных, опять-таки, на использовании иммунотерапии, включая применение ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, где, как только что говорилось, начинают упоминать роль современных молекулярно-биологических типов заболевания. И ныне нередко предлагается сочетать препараты этого типа с химиотерапией и ингибиторами тирозинкинас. А среди самих ингибиторов контрольных точек иммунного ответа при раке эндометрия начинают использоваться такие препараты, как Ниволумаб, Абдива и Пембролизумаб, Кейдруда, которые являются блокаторами взаимодействия ПДН1-рецептора программируемой клеточной гибели и его леганда. Уже имеются примеры применения при карциномах эндометрия. Я две-три минуты тому назад говорил о том, что вот высказывались перспективы. Оказывается, такие работы появляются, в том числе и в российской практике. Их можно даже увидеть в программе двух других сессий, посвященных, в частности, в большей степени лечению рака эндометрия. И в российской практике одним из примеров является, например, применение Пембролизумаба в одном-двух случаях в центре имени Академика Гранова, соседствующем с нашим национально-медицинским исследовательским центром имени Петрова. Если говорить о гормонотерапии, то при всем отношении к раку эндометрия, как важной гормонозависимой опухоли, работ по эндокринной терапии при современных молекулярно-биологических типах рака эндометрия, пока обнаружить не удается. И, с другой стороны, хотя этого не удается, имеются сдвиги в сторону комбинированной терапии с элементами эндокринной. В частности, упоминается сочетание ингибиторов циклинки нас, в частности, рибоциклиба, с ингибитором ароматазолитрозолом и ингибитором так называемого МТОР, мишени рапамицина. Его примером, например, является эверолимус. И вот такие ингибиторы МТОР входят в группу, можно так сказать, родственников метформина. Это антидиабетический бегуанин, который тоже обладает способностью угнетать МТОР, и попытки оценки которого, я имею в виду метформин, при раке эндометрия, как дополнение к противоопухолитерапии, начали предлагаться достаточно давно, но результаты таких исследований и их заключения еще впереди. Пока же гормонально-метаболические показатели, о которых мы говорим здесь довольно подробно, есть смысл принимать во внимание и при разработке подходов не только к лечению, но и к предупреждению заболевания, используя как мишень ряд факторов риска с раком эндометрии. С этой целью в 2017 году нами был предложен набор критериев, обозначенных по первым буквам как СИМРОПа. Эта работа выполнялась совместно с отделением гинекологии и был описан так называемый бальный показатель индивидуального риска развития рака эндометрии. И оказалось, что в группе из 105 больных раком эндометрия, находящихся в менопаузе, выяснилось, что суммарный балл вот этого показателя варьировал от 3 до 20, а средний балл равнялся 10. Когда мы разделили эту группу на три части, то выяснилось, что выявляется группа с низким риском, менее 8 баллов, 25% больных, группе умеренного риска 8-13 баллов, 52% больных, и группа высокого риска более 14 баллов, 22% больных. То есть, во-первых, группы поделились не столь равномерно, как могло бы быть, а во-вторых, возможно, что вот этот показатель есть смысл оценить и в отдалённом периоде. Если суммировать то, что я вам успел рассказать, то нужно отметить, во-первых, с чем может быть связано увеличение распространённости рака эндометрия и изменение его проявлений, как на уровне заболевших, так и опухолевой ткани. Формально причин этого явления может быть три. Это усиление влияния факторов риска, ослабление действия факторов антириска и меняющаяся природа самого рака эндометрия. Поскольку задачу снижения частоты заболеваемости никто не отменял, следует, скорее всего, обращать внимание на все эти потенциальные моменты. В качестве вывода хочу подчеркнуть, что заболеваемость раком эндометрия быстро нарастает, параллельно с ростом эпидемии ожирения и диабета и демонстрирует связи с другими делами эндокринологии. Могут быть выделены гормонопосредованные факторы риска и антириска, представляющие собой несомненные мишени для использования в прикладном отношении, в том числе и на основе предложенного бального показателя Семропа. Наряду с ростом заболеваемости отмечается изменение некоторых характеристик больных раком эндометрия и природы самого процесса, что находит отражение в современных молекулярно-биологических классификациях заболевания и его подразделений на отдельные типы. Накапливаемые сведения, как можно ожидать, смогут найти применение в селективном, то есть типозависимом подходе к раку эндометрия с учётом особенностей этого новообразования, включая его гормоночувствительность, лимфоцитарную макрофагальную инфильтрацию опухолей и в том числе в целях предупреждения профилактики процесса и оптимизации его терапии. В заключение я хотел бы поблагодарить Российский фонд фундаментальных исследований за выделение для изучения этой проблемы гранта, а также сотрудникам исследовательского центра онкологии имени Петрова, которые принимали участие в этой работе. Позвольте поблагодарить вас за внимание. Продолжение следует...